Вот, привезли. Это не дрова, это то, что мы готовим на свае. Зарубим. Перема. Барабаш, проехай вперед, командуй, чтобы он не завалил столбы. Вот, через дорогу я перехожу. Вот он тут на велосипеде. Едет из садов. Это наш лес. Остановись здесь его! Стой, стой! Стой, стой! Остановись! Стой! Я машу рукой, остановиться. Не останавливается. Я махал тебя рукой, остановиться. Не тут надо было. Уберитесь с дороги, это вот эти-то. Не тут надо было остановиться. Ты меня не видел, что я махал рукой? Я стекло смотрю. Ну ладно. Это неправильно. Сейчас дорогу заставить. Здесь нельзя. Надо вперед сейчас сдать и рядом с ней поставить. Иди. Посмотри рядом, куда поставить. С той стороны там. Рядом туда, с этими дровами рядом, с той стороны. Нам дорогу нельзя заваливать. Это же... У нас людей много. Сейчас проехай там, вон туда подальше. Там заверни и назад сдай. Мы сегодня отломили облепиху. Отломили. Здесь еще газа. Сейчас выкопал яму и обломленную. Обломленную посадили. Вот сюда вот поставь его рядом. Аккуратно, полесы, чтобы подошли. Вот сюда. Задние колеса сюда подошли? Ну неужели же передние это? Ты что, крылья, может, скажешь еще. Ты что? Поближе. Поближе. Прям вплотную, чтобы встал. Дальше, дальше, дальше. Давай. Все. Еще маленько и свали. Подальше. Чуть-чуть еще. Сказали задний поставь здесь. А теперь передний тут, да? Так я же спрашивал, по делу получается. Сейчас ты не по делу иди. Не прилепляйся. Зануда. По делу он знает. Прорвало пробу. Так вот, давай. Опять посылай, чтобы лезть, и скидывайте там. Ничего не видно на солнце. А тут дети. Машина. Это все. Пока. Дальше будет видно. Спасибо, Христос, Ильми. Ильмия. Так, кидайте туда дальше. Потом разберемся. Главное нам вот это, чтобы отделить хоть маленько. Потом отделять будем полностью. А разгрузить до борта, как всегда здесь было, и тогда разгрузить. Нам лишь бы колесо прошло здесь. Переднее никогда там не может быть. Там сзади дрова. Про переднее колесо и говорить не надо. Он там дальше упирается уже. Загрузка. Все забрали, Володя? Да. Слава Богу. Я поеду сейчас к этому, к Роману, чтобы приехал, и мы испробуем сегодня, что у нас получится. Как заострять будем сваи. Там, видишь, никто не управляет, так они будут гнуть. Их сегодня же надо маленько разобрать будет. А подойти невозможно, куда падает. Ну, видишь, как сарочинное гнездо. Володя, а этих голубей кто закрыл на балерине? Вот здесь рядом. Мы закрыли. Кто, а? Мы закрыли. Веревочек даже нет нигде. Каких? А так нет ни одной веревочки нигде. Я залез до самого верху, а их замотнуло где-то на березе там. Не могу оторвать. Потом дергал, дергал, оторвал. Выпустил, они сразу на улицу. Сколько они там сидели, неизвестно. Ну, вода там была. Ты, Никита, видел вчера, что окошко закрыто у них? Видел. А почему ничего не сказал? Позавчера это было, да. А? Что, не хватило хромосом? Да ты бы сказал, окошко закрыто. Может, забыли, а может быть, надо открыть. Ни слова. Странное отношение к живому организму. Тут бы на дню 10 раз напомнил, что голуби закрыты, в жару сидят. Почему их не выпускают? Ничуть не бывало. Я считаю, это неправильно. Вот сегодня босиком все ходят. Все, первый день. Как только поднялось солнце, все. Пошли качаться. А мы не будем пока что вы там прятались, пугались. Да к вам уже разделили эти зернышки? Да. Купил. Как они их колотят. Ну, покажи, что ты делаешь. Орешки. А, урюшинки. Полный карман набило, да? Угу. Ну-ка, покажи, как. Бац. И вот вторая в очередь стоит. Вот они все, с ленки. Где еще орешки? Орешки на газетке в шкаку. Ребята, обождите назад. Вернись все. Вернуться. Почему не обувши? Вернуться. Я не обувши. Мы же сказали все развивать. Опять обувши. А кто разрешил? В носках шлепаешь. Ладно. Ох, это торва. А что нельзя? С сегодняшнего дня ходим босиком. Как только солнце поднялось, тепло, все. Я пойду колготки сниму. Ходим босиком. Так, ребята, в избу заходите, всегда шапку сразу снимайте. Я сейчас сказал. Сейчас, я о чем сказал. Разутся. Ну, в комнату заходите, шапку снимайте, головной убор снимать. У нас здесь священное изображение, икона, удивительные надписи. Смотри, какие надписи. Ну-ка иди, Тарас, и прочитай. Что вот здесь в крае написано? Кровь Иисуса Христа очищает нас под всякого греха. А дальше, ну-ка, иди сюда, считай. Мне вообще сказать. Коля. Пред отчаян Господа пути человека, и Он измеряет все стези Его. Ну, дальше что? Кто может считать? Я хочу, может... Давай. Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Деяние 17.31. 12 глава, 31 стих. О-о-о. Возьмите за грех смерть римлянам. 6 глава, 23 стих. Ну, хорошо, читайте, знайте. На другой стороне, смотри, крайне вон там в углу. Что там? Вера в Иисуса Христа, и ты спасешься. Деяние 16 глава, 31 стих. Дальше. Кто призовет имя Господа, тот спасется. Римлянам 10 глава, 13 стих. Да. Все мы предстанем на суд Христов. Римлянам 14 глава, 10 стих. Покайтесь. Деяние 17 глава, 30 стих. Вот так. Вот это да. А здесь что? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так, это что? М.Ф. Матфея 3.2. Дальше. Покайтесь, и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Деяние 3 глава, 19 стих. Правильно. Дар Божий – жизнь вечная. Римлянам 6 глава, 23 стих. Какие добрые люди нам дали, какие подарки пришли. О, благослови Господь. Дальше. Иисус есть путь, истина и жизнь. И Анна. И Анна, 14 глава, 6 стих. Абсолютно правильно. Чтобы представить, что они такие очень крупные, вот я издалека показываю. Ну, тут не знаю, как шкаф. О, вообще премудро сделано. А вот я вам задам загадку. У вас есть какое-то любимое имя? Вот кого вы знаете? Ваше имя? Как вас зовут? А то что вы стряпаете? Это у нас вкусные вареники с рыбным фаршем и с луком. Вот тебе, да. Два рода рыбы. С губрия и миндаль. С чем они? С рыбой. С рыбой. Рыбный фарш. Ну, это рыбный. С вареньем не делайте. Ну, зачем два раза переваривать варенье? С вареньем не делаем. Так, какое имя вот вам больше всего по сердцу так сказать? Прошенька. И объяснение дайте. Ну, не знаю. Из человеческих имен, сынов человеческих. Мне нравится Прохор. А? Прохор нравится. Прохор. А чем он тебе нравится? Ну, не знаю. Такое нежное имя Прошенька. Так, и тебе какое? Мне все имена нравятся. А ну-ка, сбегай, Еремов, позови сюда. Иеремия. Все имена. Люблю все имена. Любые. А ну-ка. Пахоми мне нравится. Пахоми? Да. Я не буду. Благодарю. Спаси Христос. Помнишься, пришла, показала. Девочек, спросите. Спасибо. Конечно, наколотили сестры, поделили. Урючерки. Так. Я тут вопрос задал. Кому какое имя нравится больше всего? Не потому, что произносится красивый ряд. Именно ты привязан к этому. И когда имя это произносится, у тебя сразу ассоциируется с чем-то. С чем-то большим, дорогим, близким. Вот какое имя? Ну, знаете, что есть Иоанн, Павел, там все есть в Библии. Ну, у каждого свое есть. Кто-то что-то пережил именно, встречу с этим человеком, у которого такое имя. Но мне еще нравится имя Феодосий. Как? Феодосий. Феодосий. Феодосий – это дар Божий переводится. Феодосий. Ну. А как переводится Прохор? Ну, я не знаю сейчас, это Прохор что-то. Вот так. Какое имя нравится больше всего? Не то, что там сказать, даже тут не то, что нравится. Вот когда произносят его, я сразу забываю об этом человеке, а куда-то в другое место устремляюсь. Это такое волной меня охватывает при имени этом. Его могут звать по-другому, я его по-другому не могу назвать, а именно так, как оно в Святцах есть. Ну, вот мне оно запомнилось тем, что, значит, мы с Николаем Сотраком, еще с младенцем, значит, ездили на святую землю Феодосия Кавказа. Мне нравится мое имя, мое, но только потому, что редкое, и то, что святой, удивительный такой, ну и проще. А более всего нравится Иеремия. И вот он перед вами стоит. Пророк. Иеремия. Пророк. Как скажет Бог. Это мой любимый пророк. И какие слова у него считают, 2.13, высеклись водоемы. И что бы где ни говорили, я все, прихожу к Иеремии. И как только я его произнесу, Иеремия, я его как будто бы не вижу. Он напоминает мне и кричит, помни любимого твоего пророка Иеремии. Он своим именем все время меня призывает. Вот как Иеремия. Понял? Ты для меня не просто Иерема, там кричат Иерема. Ты Иеремия. Это имя в школах не встретишь. Спаси тебя, Христос. Он сегодня помог очень сильно нам. Три машины привез. Пошел, да? Спаси тебя, Христос. Вот Иеремия. 16 лет. Водит машину. В деревне все это умеет. Для меня Иеремия особый смысл заложен. Когда я прочитал его, как он брошен был в ров. Как он пошел с этими булыжниками в другую страну, ему никто не верил. Вот в фильме Иеремия об этом подробно говорит. Смотрите, как вываливается. Смотрите, как лес. Все, перестаньте там ходить. Смотрите. Стоп. В городе ничего этого нет. В окно только смотрят. Чужие картинки. Всякую пакость говорят. Ни имени, ничего нет. То есть бесовщина сплошная. А то целый день мы провели. Я пришел сейчас, брюки отдал, подчинять. Полностью изодранные. Тащащие. Кустарник. И вот все за день, ну за два фактически, за полтора дня. Полтора дня. Сколько нахолотили. Это будем делать сваи. Дальше запруда. Решится ни один вопрос не решенный. Батюшка очень сомневается. То есть, я говорю, ты неверующий в этом вопросе. Я говорю, не то, что неверующий, а сомневающийся, что у вас что-то получится. И получится. Я говорю, нет, благословите, благослови. Вот так. Так, ребята, идите сюда. Вопрос. Володя, позови. Володя, где он там, крикни. Ереме, вы нужны двое, советники. Брат, Володя. Как босиком хорошо ходить. Прекрасно так. Твоя задача сейчас дальше будет. С утра до вечера. Быстрее березки ошкурить с вами. Иначе они уже все пропали. Они не нужны будут. Прямо срочно, срочно все оставить. Мы остаемся здесь. Как вот их сейчас главное для нас. Шкурить мы знаем как. Как их заострить? Бензопилой. Бензопилой. Оно будет крутиться, вертеться. Какой-то станок надо сделать или что? Каким? Я пошел, Роман ехал. Я говорю, Роман, думай. Он думающий. Думай. Мы просто накладывали, а он... Один держит, подпилил, повернул, подпилил. Два человека. Мы там на дамбе, на южном делали так. Сколько вы там делали? Сколько мы там? Можно на козлик положить, если уже ничего. 40-то делали? Прям. Я думаю так сделать. Вот эту большую осинку лежит, вот самую вверху, перенести туда рядом. Вот этот слой. И в ней сделать, вырезать ямку треугольником. И на другую такую, и в нее ложить, ее придерживать. Да можно и так, да. Тогда я пошел за ним. Вытаскивайте вот это. Все на этом. Отошел. Погнали, пацаны. Пошли, пошли. Скорее, скорее, вперед.